Всем привет! Громко надо говорить, четко, громко, весело. Пока идет подготовка к открытию конкурса «Три в одном среди незрячих», семейство Бокастовых репетирует выступления, рассказывает о своих талантах. Домашнее задание сибиряки подготовили за четыре дня, когда на поезде добирались из Красноярска в Ростов. Мы сюда приехали, у нас там жара, мы сегодня утром встаем, здесь как бы нам показалось холодно. Я еще смеюсь, говорю, о, сибиряки приехали, нам уж костюмы достать, кофту одеть, потому что что-то нам холодно показалось. Потому что у нас последнюю вторую неделю буквально жара стояла, ну 30 градусов, 35, вот так вот. Было очень тепло, на удивление. Как только семейство Бокастовых заканчивает генеральный прогон, другие участники в национальных костюмах уже дефилируют по базе отдыха главной сцене – на жеребьевку. Ростов на Дону, боевой настрой команды и номер один. Ох, кто-то вчера точно говорил, что Ростов выйдет номер один. Семейство Бимбиевых выходит на сцену сразу после ростовчан. Главную роль чебана в национальном калмыкском танце исполняет сын Мерген. Пастух выполняет каждое движение Степного Орла. Мы обратились тоже с медицинской культуры, нам посоветовали, хореографа, парня, он нам помог. Им отдавали. Ну, в течение недели. Ну, а дней пять он перепетировал, в принципе. И по поводу вот этого танца, дней пять – это мало, но думаем, что мы справимся. В Ростове семейный конкурс среди инвалидов по зрению проводится впервые. После творческого этапа участники вслепу выполняют задания. Например, показывают мастерство владения тростью в пространстве. Самые юные конкурсанты сражаются за звание эрудита. Нужно назвать большее количество тифлоприборов. Это специальная техника для незрячих людей. Здесь собралось восемь семейных команд. Очень такой неожиданно широкий охват. И Красноярск у нас, и Ставрополь, и Краснодар, и Чечня. Вот много. Жюри оценит взаимопонимание в команде, творческий подход и скорость решения задач. За первые три места участники получат денежное вознаграждение. Екатерина Лободина, Юрий Санкин. Главное новости. Я тоже хожу в спортзал.